Добрый вечер! В эфире «Детские мечты» с вами я, Ольга Гвоздецкая, Олег Михайлик. Сегодня говорим о стройке, которая, вероятно, не состоится. Обычно мы говорим о том, что идет незаконная стройка. Одесситов обманывают, одесситов обижают. А теперь как будто бы незаконная стройка свернулась. Так ли это будем выяснять сегодня с нашими гостями? Речь идет об адресе Малая Арнаутская, угол Шмидта. Там должен был возникнуть жилой комплекс или просто дом пространства. Такой компании, которая скорее бренд, а не компания-застройщик. И прямо впритык к культурному еврейскому центру Мигдаль и к еще одному зданию, которое также, как и Мигдаль, является памятником архитектуры. Поговорить об этом к нам сегодня пришли Дмитрий Ткаченко, юрист, Даниил Багирьянс, общественный деятель и вместе с тем представитель общественной организации «Спильна МЭТА». И, к слову, житель улицы Шмидта. И Анна Квитковская, экскурсовод агентства «Тудой-сюдой». Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Мы вас спрашиваем о следующем. Остановка стройки на Малой Арнаутской связана с тем, что у застройщика проблемы или же там строить попросту нельзя? Я знаю ответ, скорее всего, и знаю, кто такие пространства, которые настроили уже огромное количество домов и в частном секторе, и в историческом центре города. И тот многоэтажный жилой дом, который сегодня полностью рвет вид из двора Одесского художественного музея, тоже принадлежит пространству. Управляет этим всем Александр Селезнев довольно скандальная личность, которая многим одесситам очень грустно запомнилась со времен бывшего разорившегося прогресс строя. Именно поэтому мы удивлены тем, что стройка эта может не состояться. Как минимум, то здание, на основании которого они хотели построить этот дом, и против которого выступали местные жители, мы их повсячески поддерживали, оно сегодня продается. Давайте сразу же начнем с фотографии, на которой видно, что это здание продают. И вы знаете, что мы выяснили? Ну, во-первых, мы знаем за сколько, вы позже тоже об этом узнаете. Во-вторых, в интернете нет ни одного объявления о продаже этого здания. Его продают просто с помощью баннера на заборе вокруг этого здания. Странно, как так. Неужели и вправду надеются продать? Давайте я попрошу режиссеров показать фото, на котором виден этот баннер. И вот именно с помощью таких технологий продают здания за, ну, очень немалые деньги. Данил, вы живете там, все, вот, видим, да? Все это, кстати, баннер висит до сих пор? Да, конечно. Да, все это происходило с этим зданием на ваших фактических глазах. Сейчас здания это продают. Возникает вопрос, зачем? Ну, пространство решило прекратить борьбу за возможность там строить? Ну, я являюсь соседом данного строительства. И все началось с того, что когда они установили забор, сразу пригласили СМИ, и была выездная комиссия ГАСКО вместе с правой администрацией. Это было зимой, да? Да, это было зимой 20-го года. Вот, и после этой комиссии было озвучено и было подписано двумя объектами, непосредственно Мигдали и Малой Русской, 46, о том, что никакого строительства не начнется, пока не укрепится дом. Это было их пожелание, просто обращение. Да, это было пожелание, ну, пожелание жильцов, да? Пока не укрепят какой дом? Оба объекта. Ага, оба исторических здания. Не в аварийном состоянии, но они находятся в бедном состоянии, и их необходимо реально укреплять, если начиналось строительство. А второй нюанс, это то, что я непосредственно был свидетелем, в том, что, в принципе, там не было прям такого против строительства. Там люди были некоторые за. Я лично, например, свою позицию говорил изначально, что если там будет малоэтажный дом, ну, шестиэтажный дом, да, не будет никакого муравейника, то я, в принципе, за, потому что это благоустройство района, это освещение улиц, это оживление улицы, и непосредственно улица в какой-то степени оживет. Потому что до этого, когда там был ресторан, там весь мусор, всю еду, которую выносили туда в мусорнике, было очень много крыс, ну, то есть там невозможно было жить. А когда был стриптизку, было лучше? Нет, не лучше. Ну, по крайней мере, не было вот той вони, которая там раньше была. К сожалению, никто благоустройством, никто ничем не занимался. Ну, то есть, как бы, даже освещения толком не было по данной улице. И когда появился вопрос по поводу строительства, ну, богато по верховую будинку, на шестиэтажную дома, я считал, что, в принципе, если укрепят дома, непосредственно укрепят, то, как бы, не было прям против людей, которые бы выступали так агрессивно. Данил, ну, дело в том, что, первое, там практически нет людей, потому что всего лишь речь идет об одном соседствующем доме, в котором, как я понимаю, и так немного жителей, потому что первые этажи заняты офисами. Второе, вы вообще верите, что кто-то мог бы сделать или сделал бы укрепление? Смотрите, я лично... Ну, по крайней мере, из того опыта, который, наверное, у вас есть, и все мы знаем. Я лично не дал бы строительству, если бы они укрепились бы объекты. Каким образом не дали бы? Я еще до строительства предупреждал город о том, что данные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Их необходимо все равно укреплять, даже если там не будет строительство. Потому что в тот момент, когда у нас пошли домопады, да, на Садовой, я получил техническое заключение. Я получил техническое заключение от застройщиков. То есть они оплатили эту услугу через ЖКС, мы заказали, и мы получили неудовлетворительные результаты того, что там будет... Ну, то, что там сейчас есть беда. То есть застройщик сделал экспертизу? Застройщик, да, помог нам, он сделал экспертизу всех домов, да. То есть непосредственно... И после этого я писал обращение неоднократно на Геннадия Леонидовича Труханова и департамента городского хозяйства о том, что... Я вас предупреждаю о том, что у нас есть дом ветхий, то есть он может реально уйти. И результат был виден на глаза. Но, к сожалению, городская власть мне отписывалась тем, что у нас нет денег, и ждите следующего года. Уточню у Дмитрия. Вот если история такова. Укреплять дом должен был Горсовет, ну, то есть из бюджета города это надо было делать? Или это должен был взять на себя застройщик, по идее? Ну, давайте по порядку. Если отложим в сторону застройщика, представим, что там застройки нету и не планируется, то есть балансодержатель объекта. Балансодержатель объекта обязан проводить текущий ремонт, капитальный ремонт и укреплять в случае, если объект ветхий. Это ЖКС-то? Да. По-старому ЖКС? Либо ОСМД, если оно там суток. Да, в зависимости от объекта. Если там ЖЭК, то, соответственно, ЖЭК должен этим заниматься. Но, как мы видим, нашу практику городскую у нас, к сожалению, таких моментов не происходит вообще. И, соответственно, дома, к сожалению, приходят в то состояние, в которое они приходят, в частности, на Садово и в других местах. Если учесть, что там планировалась стройка, застройщик должен был бы укрепить за свой счет это или нет? Опять-таки, никто не снимает с ЖКС обязанности это делать. Но если ЖЭКи это не делают, то, естественно, застройщик, понимая, что он там будет проводить строительные работы, и они могут привести к катастрофе фактически, он должен был бы в нормальной стране этим заняться. Теперь уточнение к вашим словам, Даниил. Год назад, когда мы были там на месте, общались с жителями, они нам показывали документы, как долго, нудно они обращались в соответствующие департаменты горсовета, просили, чтобы их поставили в очередь на ремонт. Хотя бы, ну, не капитальный, но хотя бы частичный. Самое страшное, что там покошенные лестничные пролеты. Мы сами это видели, мы в этом убедились. Это я говорю о здании, которое на Малорноутской, 46А. Которое тоже является памятником архитектуры. Да, люди невероятно были озабочены тем, что будет рядом стройка, и просто, ну, их жилище рухнет. И они получали тоже отписки, к сожалению. О ремонте там даже не заикался никто в стенах, к сожалению, мэрии, поэтому и вы же получали такие же отписки. Анна, по поводу исторической ценности. Мигдаль утверждает, что их здание, ну, невероятно имеет ценность. И если в мире еврейская община, общественность узнает о том, что здание подвергают такой опасности, ну, это просто будет скандал на весь мир, вы как историк подтвердите версию? Да, конечно. Я подтверждаю, это здание начала 20 века. Точно неизвестен архитектор, скорее всего, это Семен Ландесман, который тогда просто блистал в Одессе. И оно уже само название, по-моему, должно возбудоражить общественность. Рубачей, кошерного мяса и птицы. Представляете? Звучит страшно, если честно. Да, это потрясающе, потому что Одесса – это город громадного количества профессий. У нас было около 200 молельных домов и синагог, и они были действительно разделены профессиями, они были разделены общинами, общины формировались по профессиям. Вы же понимаете, что в этом городе уж кого только не было. И лимонщики, и банкиры у нас было только три синагоги портных. То есть вы понимаете, что это три общины портных. И это действительно потрясающая история. Синагоги по профессиональному признаку. Да, считайте, профсоюзы. И мне, как экскурсоводу, очень всегда сложно показать это здание со стороны улицы Малой Арнаутской. Приходится водителю находить какое-то место для того, чтобы на полторы минуты припарковаться. А история там громадное количество. Уж понимаете, что там можно рассказывать и рассказывать. Но да, неудобства существуют. А почему? С чем связано неудобство? Неудобство связано с тем, что маршруты нескольких экскурсий пролегают дальше по Малой Арнаутской. И это здание не просматривается с этой улицы. Достойно не просматривается. А на Шмидта поворачивать, в общем-то, не всегда удобно и правильно. Правильно. А не просматривается как раз из-за вот этого ветхого, обветшалого, так скажем, здания бывшего стриптизкуба. Верно, да. Я даже зданием это почему-то... Вы не подскажете, это здание является на сегодняшний день памятником архитектуры или оно было тоже выведено? Я не уточняла, но уверена, что да. По крайней мере, местного значения точно. Должно было бы быть. Конечно, да. Ну, дело в том, что неудивительно, что его могли бы так называемым списком Штербуля вывести из числа памятников архитектуры даже местного значения, как произошло с дачей, с типографией Фисенко, с Ришельевским Эллюзионом и еще целый ряд зданий. Масонский дом можем перечитать долго, к сожалению. Мы бы услышали об этом обязательно от руководителей и работников Мигдалия. Это действительно люди, которые радеют и люди, которые болеют за свое здание. Вы же представляете, сколько поколений одесситов уже там взросшено и взросшено достойнейшим образом. И сейчас они все, конечно, рассеялись по миру, но, тем не менее, они несут это прекрасное светлое, что когда-то им передали в эти стены. Да, ну, Полина Блиндер была у нас год назад, она, по-моему, заместитель руководителя Мигдалия, она была год назад на этом эфире. Мне казалось, что она, ну, положит все силы на то, чтобы не позволить там строительство. Ну, насколько, конечно, человек от культуры может себе... И вопрос в том, как вообще в Одессе можно не позволить проводить строительство. Огромное количество объектов, которые даже признаны незаконными, продолжают строить и в том числе разрушая соседствующее здание. То, что происходит в доме на Ле, наверное, уже тоже многие слышали, где была типография Офисенко снесена. И сегодня он и так, находившийся ранее в не очень хорошем техническом состоянии, еще больше это состояние ухудшается. Давайте же все-таки разберемся в этой детективной практической истории. Я обещала, что мы расскажем телезрителям, какова стоимость здания на Шмидта угол Малой Арнаутской. Может, кто-то из зрителей захочет купить? А вы знаете, тогда, раз вы меня сами подвели к этой реплике, я скажу, что представители, друзья в Фейсбуке, неравнодушные к судьбе Мигдаля, предложили скинуться всем миром. Ну, кто сколько сможет? Кто даст 100 долларов, а кто и 50. И выкупить это здание, и продлить Мигдаль на эту территорию, достроить его, собственно. Не знаю, хватит ли денег у всего мира, у Одесситов, чтобы выкупить. Давайте послушаем телефонный звонок. Мы позвонили по этому номеру, уточнили, сколько же хотят за это разрушенное здание. Пока не готовы показывать, покажем буквально через полминутки. Я только добавлю, что я толком не смогла выяснить, кому здание принадлежит. Я так понимаю, что принадлежит компании «Пространство». Ну, компания «Пространство» как раз известна тем, что под этой вывеской работают самые разные предприятия и компании, которые получают в собственность определенные квадратные метры, потом на это получают градусловие, отвод земли и строят просто всего лишь напросто под вывеской «Пространство». Ну, смотрите, здесь немножко не так. Из того, что я вот из поверхностного аудита этого объекта, из реестра выяснил, само здание на сегодняшний день по адресу, то он принадлежит физическому лицу. Как бы не будем называть фамилию, это может любой проверить через реестр, увидеть. И в дальнейшем это физическое лицо обращалось в Одесский гурсовет для того, чтобы отвезти землю под этим объектом. Они получили первое решение сессии на разрешение на разработку землеотвода. Второго решения я пока не видел в открытом доступе, его, скорее всего, нет. В кадастровой карте этот земельный участок также никак не выделен. Что касается градостроительных условий ограничений, то тут заказчикам строительства два заказчика. Это физическое лицо-собственник. Собственник этого здания. Да. И жилищно-строительный кооператив «Пространство». То есть это как бы субъект для реализации проекта, вероятно, привлечения инвестиций физических лиц в этот объект. Могу добавить, что сам факт продажи этого здания на сегодняшний день абсолютно не отменяет того набора разрешительных документов, которые есть. Градостроительные условия ограничения сохраняют свою силу при смене собственника объекта. И, соответственно, уже новый собственник, просто уведомив, допустим, департамент архитектуры вносит корректировки в градостроительные условия ограничения и, соответственно, точно так же может реализовывать в дальнейшем данный проект. То есть то, что здание продается, ни в коем случае не означает, что стройки там категорически не будет. Да, оно может быть и при том по тем же документам, которые на следующий день есть. Слушаем стоимость? Обязательно. Да, давайте послушаем телефонный звонок. Алло. Добрый день. Добрый. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я звоню по зданию Шмидта, Малая Арнаутская. Я видела объявление, что оно в продаже. Хотела уточнить, в силе еще продажи? Да, еще в силе. А подскажите, пожалуйста, там стоимость какая примерно выходит? Полтора миллиона долларов. Ага. А метраж такой, как заявлено на объявлении? 340 метров, да. Это коммерческое помещение. Ага. А подскажите, пожалуйста, там по документам все нормально? Ну, если, допустим, сделку заключать, не будет ли там потом проблемы? Нет, с какой, кстати, там будет проблема? Там купли, продажи, договор. Обычный, да? Стандартный? Да. Ага, я поняла. Смотрите, просто там возникает момент такой, ну, если погуглить, то оно выплывает, что там же должны были строить высотку на этом месте. Ну, и что? То есть это как бы уже, ну, эти планы поменялись, теперь просто продается здание, да? Да. Угу, я поняла. Хорошо, спасибо вам огромное. Будем думать, если что, с вами связываться, да? Да. Угу, спасибо огромное. Да, всего доброго. Да, до свидания. Алло. Меня больше всего в этом и порадовало, и напрягло вопрос, а все ли там в порядке с документами? И, конечно, можно ожидать было, что сказали бы, нет, не в порядке. Полтора миллиона долларов. Мы так с коллегами немного прикинули, если 340 метров, а там не 340 метров, там меньше. Так утверждает, собственно, тоже в Мигдале. Почему? Потому что к этому зданию присоединили два сарая, которые Мигдалю принадлежат, поэтому вышло 340. Там меньше метраж, но даже если считать, что 340, один метр стоит порядка 4,5 тысяч долларов. У нас есть недвижимость в центре Одессы под такой стоимости? Ну, возможно, есть какая-то очень хорошая. Ну, может быть, на Дерибасовской коммерческая недвижимость, действующие магазины. Еще раз посмотрим на это здание. На Дерибасовской, может быть, на Пушкинской, на Ришельевской. Ну, что такая стоимость за вот такое полуразрушенное здание, скорее всего, его в действительности будут продавать как коммерческий объект под будущее строительства. Возникает вопрос, почему нет нигде рекламы. Меня это очень насторожило. Данил, вы что думаете? Вот нет в интернете нигде рекламы по этому объекту. Только висит этот баня. Вот как только прошла комиссия от ЖКС, ну, то есть всех городских властей, которые прибыли туда по адресу, да, и после этого никаких продаж уже не было. То есть я сам мониторивал, сам узнал. Продаж чего? Квартира. То есть на сайте, вы имеете в виду, на сайте пространства, где был представлен этот объект, и начинались в какой-то момент продажи квартир в будущем доме, эти продажи были установлены. Я помню на тот момент около 2000 долларов стоил квадратный метр без ремонта. Не 4,5. Да, не 4, но и потом все, как бы из продаж везде официально убрали, риэлторы ничего не продавали. И я понимал, почему такой был долгий простой. Когда они делали экспертизу техническую, да, они уже изучали полностью грунты, геология была. И там они выяснили, что необходимо очень-очень много денег, чтобы восстановить дома, укрепить непосредственно Мигдаль и объект Пашмита, который идет, и Малая Роноска. Так мы же выяснили, что город мог бы это взять на себя. Мог бы, но город этого не делает, к сожалению, понимаете? И застройщику это дорого, да? И застройщику это дорого, и одна из причин, почему человек, человек или компания продает данный объект, потому что, наверное, невыгодно со стороны коммерции, бизнеса там строить дом шестиэтажный. Я понимаю, если бы они там захотели бы, но этого никогда не было, я бы лично не допустил бы, чтобы они в шестиэтажный какой-то дом строили, то могли бы как-то это окупить. Но складывая цифры, это затрата. Дмитрий, ваша версия, почему нет нигде рекламы? Ну, ведь это похоже на какую-то, простите за украинское слово, оборудку. Ну, смотрите, это на сегодняшний день не просто объект недвижимости, это девелоперский проект. На сегодняшний день туда уже вложены определенные суммы. То есть получат ченнеграду условия, все понимают, что бесплатно они не получаются. Получено первое решение сессии Горсовета. Это, извините меня... Вы говорите о взятках сейчас, я правильно понимаю? Ну, я не знаю. Это о тех суммах, которые обычно сопровождают получение таких документов. Да, и вот, возможно, там, собственники, они предположили, что они могут кому-то этот проект девелоперский продать, кто возьмется его реализовывать. То есть стройка будет? Ну, возможно. Сломаны, только бустрая другая компания, возможно. Ну, да, может быть, эта компания пока не знает тех проблем, которые есть вокруг этого объекта для этих застройщиков, скажем так. И они надеются ее так продать. Почему нет объявлений в интернете? Но, опять-таки, девелоперские проекты так не продаются. Они конкретно адресатам направляются и предлагают приобретение. Я еще хочу поправить... Ну, не вспомнишь баннера на улице точно, да? То, что летом появился новый проект по этому дому. Он не появился на сайтах пространства, не появился на сайтах Луна. Он появился от каких-то архитекторов. Они выложили фотографии. Я не нашла, кстати, скажу вам честно. Ну, я нашел. Это вообще чисто случайно. Это какой-то был, знаете, чат 3D-архитекторов. И они выкинули туда... Данил, давайте говорить, что это появился не проект. Не, не проект. Появилась картина. Визуализация. Это так называемая визуализация, не привязанная, скорее всего, ни к чему. Я общался с представителями застройщика, потому что мне все равно интересна судьба данного квартала, потому что я непосредственно там живу, и непосредственно я этим как бы и занимаюсь по общественной деятельности. Вот. И мне представитель говорил, что да, появляется новый проект, который будет подходить под старый, ну, под параметр старого, старой Одессы. Но опять на этом все утихло. И когда я лично созвал комиссию департамента городского хозяйства, туда приезжал директор департамента городского хозяйства, туда все приезжали, чтобы я им показал и доказал то, что здесь есть проблема. Проблема с домом, которую необходимо решать. Если вы сейчас не решите, ответственность будет лежать на вас. Застройщик, ну, застройщик, он мне помог с тем, чтобы оплатить те, сколько там, 19-20 тысяч за экспертизу. Ну, город того не делал. Город игнорирует, игнорировал, как бы, мои просьбы и проблемы, которые существуют. И я писал не потому, что там было строительство, а чтобы понимали, я еще писал два года назад до строительства. И еще жительница этого объекта тоже писала в 2008 году, что там существует проблема. И так же самое они перекладывали вот эти все просьбы жильцов на следующий год, кормили завтрак. И по сей день это все происходит. Это система рабочая, которая происходит в городе, в каждый день. Земля кому принадлежит, Дмитрий? Коммунальная собственность. Вот земля в коммунальной собственности. Тогда я попрошу вас прокомментировать. Если вы знаете, встретила недавно информацию о том, что новый законопроект принят. Покупаешь помещение и автоматически можешь купить землю под ним. Есть такое? Да, конечно, есть. На самом деле это уже больше даже развитие старой нормы, которая присутствовала в земельном кодексе. Всегда была речь о том, что земля идет за недвижимостью. То есть мы приобрели объект недвижимости, и мы имеем право на земельный участок. Просто сейчас эта норма дополнилась автоматическим переходом права собственности. Соответственно. Но в данном случае, боюсь, эта ситуация не относится, потому что здесь под объектом не выделен земельный участок. У него нет кадастрового номера, у него не определены границы. То есть его в принципе пока не существует. И поэтому новый собственник для того, чтобы получить землю, ему необходимо будет обращаться в Одесский городской совет за разрешением на разработку проекта землеотвода, разрабатывать этот проект землеотвода и проходить еще одну сессию, где утверждать этот проект землеотвода. Соответственно, он столкнется с всеми сложностями целевого назначения земли, генплана, зонинга. И, соответственно, проблематично в таком месте отвезти будет земельный участок. Строить на коммунальной земле, арендуя ее, это для застройщика выгодно. Ну, смотрите, на сегодняшний день, исходя из тех родусловий, которые я видел, которые были получены, у них земли в принципе нету, они проводят реконструкцию. А реконструкция допустима без выхода за геометрию фундамента предыдущего здания. То есть при условии, что они сохраняют вот этот фундамент, они могут делать реконструкцию. В городе масса объектов. А на Луне, я, кстати, попрошу режиссера показать сейчас страничку Луна, пространство на Шмидта, указано, что там будет подземный паркинг. Я правильно помню? Ну, большинство... А как можно сохранить фундамент в подземном парке? Ну, вы понимаете, это сложно. Я не представляю, как это может быть физически. Это примерно точно так же, как получить градусловие на здание, которое будет примыкать к соседнему памятнику архитектуры и становиться практически впритык к еврейскому... Это старая визуализация Даниила, правильно? Да, это старая. Так вот, на этой старой визуализации нам сейчас показали крупным планом приостановлены продажи. И добавлю, что на сайте пространства, собственно, самой компании, которая планировала там строить, пространства на Шмидта нет. Сайта убрали. А на сайтах продаж есть, вот, собственно, на Луне есть страничка, но продажи приостановлены. Ну, смотрите, это очень частое нарушение, когда при реконструкции застройщик выходит за границы фундамента. Но это и серьезное нарушение, потому что оно чревато отменой разрешительных документов, штрафами многочисленными. То есть, ну, с учетом той обстановки, в которой у нас находится на сегодняшний день государственный архитектурно-строительный контроль, когда у нас ликвидировали одну систему, еще не создали новую систему, то можно говорить, что вот за тот предыдущий год... Дмитрий, ну, тут я бы немножко поправил, потому что это здание, скорее всего, не выше, чем СС-2. И, скорее всего, подлегало бы контролю со стороны Одесского городского совета. И поэтому насчет того, что кого-то ликвидировали, кого-то не создали, в данном случае, мне кажется, не совсем... Вы же помните, сколько раз наш одесский газ отфутболивает всех, потому что... Ну, так это, наверное, вопрос к одесскому газу и к тому, почему реконструкции зачастую сараев, гаражей и других ветких зданий без выхода за пределы периметра, вырастает многоэтажное здание еще с каким-то там паркингом. Правильно. Чем многочисленные застройщики пользовались такой вот возможностью каких-то договорных отношений с определенными государственными... не государственными, а органами местного самоуправления? Ну, если речь идет о пространстве, я, конечно, очень впечатлен оптимизмом Даниила, который сказал, что я бы не позволил бы, ну, пока я еще не знаю ни одного такого беспредельного земельного участка, где проходят стройки в нарушении огромного количества законодательных актов, требований к возводимому строительству, хоть что-то бы там поменялось, поменялось бы, хоть кого-то мнение бы там прислушали. Можно сейчас перечислять стройка на Тульской в частном секторе, на 16-й фонтане, маячная, радостная и огромное количество других. А можно я добавлю еще, вы не упомянули ни разу пространство на Небесной Сотне, где невероятным образом там просто, простите за это слово, втулили, на Тульской втулили и там втулили, на Небесной Сотне, а тоже дом оказался, пространство уже тоже... На бригадной огромное количество вот таких вот домов, которые построены с большим количеством нарушений, и никто не прислушался к местным жителям, и я не знаю одного человека, который бы остановил эту стройку. Смотрите, я вас хочу как раз поправить. Мне, честно говоря, неважно было бы, какой был бы застройщик на данном месте. Если речь идет о том, что там построится дом, и все уже знают, уже полностью есть любые документы, и экспертиза судовая, и техническое заключение, и геологи говорят, что необходимо это укреплять. Если начнется строительство без укрепления, поверьте, никакого строительства там не будет. Подождите, как такое строительство происходит сейчас на территории вместо здания типографии Фисенко? Когда застройщик обещал о том, что будет укреплен соседствующий памятник дом на Ле, наверное, уникальнейший, да, это вот вопрос к экскурсоводам, уникальнейшее здание, единственное в Одессе с такой, наверное, архитектурой, ну, меня могут поправить. Высокое еще. И тем не менее, никакие, насколько я знаю, может быть, я отстал немножко, никакие работы по укреплению, и даже обследованию серьезного фундамента, произведены не было. Я вам не скажу за этот объект, что, ну, я сам лично помню, что там... Кстати, там строят те же люди, которые связывают с компанией пространство. Я понимаю, что там, да, пространство, но понимаете, в чем речь? В тот момент, когда появился забор по данному объекту на лейтенанта Шмидта, в этот же момент пошли домопады. И застройщики, они же тоже как бы не глупцы, чтобы начинать строительство, понимая, что если они начнут здесь копать, разрушится следующий дом. Но я понимаю, что есть какая-то определенная ответственность. Даниил, вы какой-то вообще оптимист. Особенно с учетом количества домопадов, которые здесь обсуждались в студии, и домопад, который привел к расширению, фактически расширению пятна застройки на улице Торговой 22, где сначала обвалилось полдома, а потом его снесли, то вы, ну, я не знаю, как можно... Смотрите, я лично из своего опыта, да, я как бы держусь такого степ-бей-степ, да. Изначально мне необходимо было понять, что вообще с домом происходит. Потому что, ну, пока люди там жили, всем было все равно, но когда по ним... Я уже, я реалист, понимаете, я вижу, что здесь есть проблема. Я увеномлял все инстанции, я увеномлял каждого депутата, горсовета, депутата Верховной Рады, и мэрию, понимаете, всех увеномлял и приглашал туда лично, чтобы они посмотрели. И мне всегда говорят, у вас все хорошо. У вас все хорошо, мы в вашем дворе там сделали там 10 метров квадратной крыши. Понимаете? И они этим прикрываются. Тем, что они что-то потратили, они мне услугу какую-то делают медвежью, понимаете? А вот решать реальные проблемы никто не хочет. Я хочу добавить, что мы, к сожалению, сегодня не смогли, но очень старались дозвониться до господина Авдеева. Вот просто... Было идеальное желание получить комментарий именно от одесского, контрольного органа, как там обстоит дело на Шмидта. Анна, а у меня к вам такой вопрос. Вот если там появится здание, ну, судя по тому, что сказал Дмитрий, наверное, там все-таки оно появится, может быть, не так скоро, как думалось, потому что пространство планировало закончить в феврале строительство. Но оно пока, как вы видите, не начато, даже старое здание не снесено. Если там появится нечто подобное, что запланировало пространство, как вообще Мигдар вы будете тогда показывать, в принципе. И сколько таких точек на карте нашего города, где уже не подступиться к памятникам архитектуры? Ну, у меня вопрос более практический, как дети, которые посещают Мигдаль, туда будут попадать, и их родители, потому что пока что все-таки там есть узкий, но проезд со стороны... Застройщик обещал оставить сквозную арку со стороны Малой Арнаутской до Мигдаль. Попадать будут. Мы достаточно гибкие люди, и, конечно, будем как-то показывать это здание, мимо проезжать мы точно не станем, потому что здание уникальное, с потрясающей историей. Да, будем как-то изворачиваться. Я, если вы мне позволите, буквально пару минут все-таки сегодня долго размышляла над тем, что хватит с ветряной и мелью. Ну, мы, по сути, что сейчас с вами делаем? Да, мы боремся... Разговоры, разговоры. Разговоры, разговоры. Спасибо, да. Я честно вам признаюсь, не сразу стала экскурсоводом, 19 лет проработала в строительном бизнесе. То есть, да, с точки зрения сегодняшнего разговора я была на темной стороне, но я вам хочу сказать, что это громадная структура, в которых работает большое количество людей, достаточно мотивированных, хорошими зарплатами, нормальными зарплатами. Каждое десятое число они эти зарплаты получают, и они действительно заинтересованы в том, чтобы фирма процветала и реализовывала проекты. И знаете, в чем проблема? Проблема не в том, что те люди плохие, а мы вот такие вот замечательные. Боже, сохрани, нет. Проблема в незнании, наверное. Они не идентифицируют себя с этим городом как с чем-то родным. Люди не интересуются историей города, и, естественно, об этом городе не очень заботятся. Помните Горелло-Ноттердам? Блакали все, потому что практически все ездили в Париж, обязательно ходили на экскурсию, ну или Тоник Гюго встречался постоянно на полках у папы с мамой, правильно? Переживали. Ну, кто переживает об одесских домах, когда они рушатся? Тоже ночью. Все крепко спят, правильно? Или представьте себе София под Киевом в Умане. Что-то произойдет с этим парком. Ну, печаль же печальная. Как мы переживать будем по этому поводу? Потому что сохранено, потому что мы знаем эту историю любви. Но, друзья мои, кто из одесситов знает, что эта история любви продолжается на нашей улице Софиевской, тот дворец, который мы сейчас теряем, здание ювелирного завода, правильно? Почему никто не переживает, что последние годы великолепной Софии Потоцкой прошли именно в этом здании? То есть надо образовываться, наверное, чтобы родить за это место, за этот город. Так что я призываю всех ходить на экскурсии. Или давайте нам ваших детей, и мы через них будем что-то доносить. Простите за эту романтичность. Ну, я лишь добавлю от себя, что, простите, минутка маленькой рекламы. У Анны прекрасные экскурсии, у ее коллег из агентства «Туда и Сюда» это проверено лично мной. Прекрасные экскурсии. И из любви к городу можно творить прекрасные вещи в этом же городе, для этого города и для этих людей. И все-таки в конце закончим не такими красивыми словами. Дмитрий, какие перспективы? Вы очень расстроили меня лично тем, что там все-таки, наверное, будет строительство. завершите эту мысль. Есть местные жители, есть небезразличные одесситы. И я повторяюсь в который раз, если эти люди на сегодняшний день сплотятся и будут формировать вот это гражданское общество, которое будет диктовать застройщику, что если у вас есть какие-то цели, то укрепляйте прежде всего, вкладывайте прежде всего и стройте там что-то разумное, а не какие-то высотные монстры, то тогда есть шанс, что там не будут появляться какие-то ужасные монстры, которые будут перегружать нашу инфраструктуру, закрывать памятники архитектуры и разрушать памятники архитектуры и рядом стоящие дома. Если бы действительно выкупили это здание, это стало бы прецедентом для Украины? Ну, конечно. О чем тут говорить? Такие средства, конечно. Да, полтора миллиона долларов, я напомню. Ну что же, будем подытоживать результаты нашего интерактива. Остановка стройки на Маварнаутске связана с тем, что у застройщика проблемы. 33% так считают наших телезрителей, а большинство считает, что там строить нельзя, и мы присоединяем свои голоса ко второму варианту. И все-таки одесситы остаются неисправимыми оптимистами. Дай бог, чтобы и городская власть, и тот, кто купит это, приобретет это здание и решит все-таки строить, в первую очередь обратились к тем, кто живет там, укрепили соседние дома и не дали потерять памятники, очередные памятники архитектуры. В этой студии были Дмитрий Ткаченко, Анна Квитковская, Даниил Багирьян. Спасибо вам, что вы пришли. Олег Михайлик и я, Олег Гвоздецкая, провели для вас этот эфир. До следующего вторника в проекте «Одесса мечты» будем мечтать о лучшем, более красивом городе. И буквально через пару минут эфир продолжит, продолжит новости. Если она кроатовой, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова